И все привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня наш видеоролик будет на тему нашего ближайшего августовского челленджа. Сегодня хотелось бы вообще поговорить из-за чего задержали его. Многие сейчас уже негодуют, потому что он начинается не с первого числа, а со второго. Все как всегда. Скажете вы, скажете то, что, блин, как всегда ничего не готово, ничего никто не сделал, но по моей информации есть на то определенные причины, о которых расскажут завтра, но я вам могу сегодня уже дать какой-то ответ на данный более масштабный вопрос. Не знаю, конечно, что там будет связано у нас с войной, но то, что в данном челлендже и уже получается 2 августа у нас в игре появится танкокоины, вернее не танкокоины, а танккоины, если говорить правильно, то как-то постоянно все путают правильное название. И в челленджах также, я думаю, что, ну, если они не появятся, то это будет какой-то вообще жесткой глупостью, поэтому я думаю, что они тоже появятся. Поэтому уже завтра будет анонс насчет них. Не знаю, что оно внесет в игру, будет ли оно как-то актуально. Скорее всего, в челленджах оно просто закроет пустые слоты, которые были у нас в июльском и июньском челлендже. До этого, если не ошибаюсь, таких пустых прям масштабных слотов не было. Сейчас это все закроется танккоинами. Понятно, что их количество не будет сверх большим, но то, что оно появится, и в какой-то степени те ребята, которые там захотят себя накопить на какой-нибудь там скинчик, если будет качественно и продолжительно выполнять челленджи, набивать там недельные контейнеры, и я думаю, что у них получится это сделать. Не знаю, насколько долго это надо будет все делать, но то, что есть шанс того, что вы можете просто за, можно так сказать, вашу игру получить дополнительные скины, просто играя, просто получая ее, это точно так. И поэтому завтра уже анонс на эту тему будет. Опять челлендж задерживается, да, я согласен, что это не совсем актуально и не совсем правильно со стороны разработчиков постоянно задерживать те ивенты, которые должны начинаться с начала месяца, но как бы это танки, здесь ничего такого сверхуделительного нету, поэтому особо не горите, не бомбите, все же я думаю, что там коины что-то новое интересное внесут в игру, при том, что есть большое количество ребят, которые любят что-нибудь на халяву получать, ну и шанс такой у вас безусловно будет. Что касаемо меня, что касаемо данного челленджа, я думаю, что это для меня будет, наверное, один из самых-самых медленных челленджей, и я думаю, что добивать я его, условно говоря, буду вообще там, наверное, в каких-нибудь 30-х числах, ну вернее, думаю, что 30-го числа, если будет последний день, то я думаю, что, грубо говоря, там 27-й, 28-й, 29-й, где-то так у меня получится его закончить, потому что явно на этот челлендж у меня вообще нету никакого там сверхжелания даже не то, что его быстро бить, даже просто катать там, грубо говоря, вечерами на стримах, поэтому потом просто, я думаю, запотеем, начнем уже более активно все это дело поднимать, но если вы смотрели вчерашний видеоролик, я, конечно же, буду готовиться именно к турнирчикам, к тофам, сейчас у нас уже еще стартанет трио, стартанет еще один тоф на Гауссе, постепенно тофы у нас прибавляются в соло, ну и сейчас еще трио, анонс был вчера, что появится, поэтому делать будем акценты на турниры, нежели на именно такие набития челленджа, потому что, по сути, я более чем уверен, что там ничего такого сверхинтересного не будет, за исключением вот этих танкоинов, что касаемо моего мнения по поводу последнего приза, да, какой может быть вообще приз, что там может быть такого сверхнагибаторского, я предположу, что вполне реально может быть рельса XT, хоть и все говорят, что будет Воспасмока, из-за того, что смотрели данный анонс в видеоблоге, где она была показана вместе с войной, но я думаю, что это, возможно-таки, байт, возможно-таки, не байт, но я предположу, что будет рельса XT, и, скорее всего, какой-нибудь прайм-скин, все же уже последнее время, прайм-скины постоянно пополняются, и добавляются они именно-таки в челленджи. Что касаемо никаких там новых красок, у меня никаких инсайдов нету, не знаю, может быть, что-то интересное появится, может быть, нет, но, в общем и целом, какой-то такой вот средний челлендж получится, явно не будет какого-то там сверхнагибаторского, и не будет там за последний слот там, грубо говоря, какого-нибудь там страйкера XT или еще какого-нибудь крутого скина, которого, ну вот, прям многие игроки хотят увидеть, поэтому обычный статистический челлендж, поэтому набивать вам его или нет, протирать лето на данный челлендж решать вам, но информация о нем, я думаю, что завтра уже полная появится, поэтому сможете посмотреть, почитать, решить, набивать вам, не набивать, но вообще, по сути, я бы вам посоветовал бы набивать, грубо говоря, там пол челленджа, оформить свой определенный, определенное свое количество именно таких контейнеров, возможно, в какой-то степени его будет достаточно, дабы выбить что-нибудь интересное, но уж точно потеть там, быстро пытаться выполнять челленджи, я думаю, что оно того не стоит, при том, что, ну, в последнее время это явно та вещь, на которую тратить свое время, я бы точно никому бы не советовал. Что касаемо войны, как я уже сказал в начале видеоролика, здесь у меня вообще никакой информации нет, с чем она будет связана, будет ли она простой, вот как у нас была в июльском челлендже, то, что там были определенные там фракции, и все на этом закончилось, то есть купили в рандомайзере краску, грубо говоря, выдала вам определенную фракцию, и за нее вы там набиваете определенное количество звезд, и если ваша фракция выигрывает, получается там 40 недельных контейнеров, да, к слову, я все это дело набил, и завтра мне должны данных 40 недельных контейнеров выдать, в какой-то степени это даже, наверное, таки круто, что у нас прибавится данное определенное количество, конечно, печально, что их нельзя будет обменять в танкойны, хотя, а может быть и можно будет это сделать, то есть, как бы, грубо говоря, если танкойны появятся 2 августа, а мне их, если выдадут примерно в это время, возможно, данные танкойны уже будут с... с именно такие... вернее, данные недельные контейнеры будут уже с танкойнами, кто его знает, хотя вот я вижу сейчас в бою игрока с данной краской, и у меня, похоже, появилась мысля то, что данные недельные контейнеры уже выдали, давайте проверим, да, недельные контейнеры выдали, потому что у меня их было 150, уже сегодня у меня 200 контейнеров имеется, нифига себе, такое круглое число, ну и данная краска тоже должна была у меня появиться, да, круги на полях, давайте ее оденем, нифига себе, вот так вот просто рандомно увидел у парня данную краску, и оказалось то, что уже все выдали, значит, тот факт, который я только что предположил, то, что у нас танкойны дополнительные дадут, уже как бы пропадает, и в этом есть своя нотка грусти, но я думаю, что ничего такого сверх страшного в этом нету. Запикался я в ДМ-ку, мне надо было тут выполнить определенную заданку, давайте попробуем вытянуть здесь первые две строчки, дабы данный видеоролик получился более законченным, и вообще, по сути, более каким-то скиллозависимым, потому что под предыдущим видеороликом подписчик написал то, что когда я записываю видеоролики, я довольно-таки плохо играю, поэтому надо показать, что я могу в видеороликах не только балаболить, но и вытягивать в какой-то степени катки, да, не сказать, что здесь совсем такая правильная нагибаторская каточка у нас выпала, но давайте попробуем на Викинга Молоте что-то здесь сделать, по сути, времени еще хватает, 19 киллов у второго места, ну и, по сути, если я сейчас где-то дам 7-8 киллов, я не думаю, что данный парень набьет больше, поэтому давайте постараемся занять данную строчку, у меня, к слову, почти 2 миллиона кристаллов уже имеется, пока что не приходится мне тратить их куда-либо, то есть не надо там покупать ни синие шары, ни куда-то еще тратить свои кристаллы, поэтому пока у меня данная циферка копится, да, в какой-то степени даже это круто, то, что у нас поднимается количество кристаллов, возможно, таки совсем скоро появится что-нибудь интересное, на что мне придется тратить данные накопления, и сбережения, но, возможно, как и в данной катке, ничего не понадобится, и у меня не получится занять топовое место. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, ребят, получился, более такой лайтовенький, но с довольно-таки полезной информацией, поэтому, если вам понравился, обязательно не забудьте поставить лайк, написать тоже комментарий, что вы думаете вообще по поводу танкойнов, выйдут ли они, но по моей инсайдерской, нагибаторской, жесткой информации, они должны 100% появиться, завтра будет анонс, все это дело расскажут, поэтому поддержите за вот такую вот инфу, так что, я не знаю, что еще можно было бы добавить, спасибо, ребят, всем за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok